Почувствовали слабость, легли отдохнуть и больше не проснулись. Это классическая картина отравления угарным газом. Произойти это может не только в гараже, частном доме или бане, но и в обычной квартире. Только за последние два месяца в Чебоксарах таким образом погибли три человека. О том, почему так происходит и кто в зоне риска, Ольга Пырочкина. Добрый день. Добрый. У вас беспокоят сотрудники Газпром газооставления Чебоксары. Проводим плановые технические обслуживания газооборудования. К вам можно? Можно. Спасибо. Вот мое удостоверение. Засадите, пожалуйста. Газовую службу в свою квартиру Юрий Георгиевич допускает всегда. Кроме плиты у него дома, а газовая колонка, которой уже много лет. Сколько бед по стране. Это обязательно спасибо. Они, что приходят. Если бы хозяин не открыл дверь, здесь тоже могла бы произойти беда. Во время проверки выяснилось, не работает датчик, который отключает колонку, если угарный газ вдруг перестает уходить в вентиляцию и начинает накапливаться в помещении. Включили колонку, чтобы проверить датчик тяги. Заглушили выход угарного газа. Ну, сейчас отработанный газ. И проверяем работу датчика тяги. Датчик тяги неисправен в этой колонке. Видите, должен отключиться. Он не отключается. Хорошо, что в данный момент обнаружили, что датчик тяги неисправен. Люди могли отравиться угарным газом. Впрочем, жить в этой квартире все равно небезопасно. И все из-за вытяжки, которую хозяева установили над плитой. Дело в том, что она разряжает воздух на кухне. Далее простая физика. Проводим эксперимент. При одновременной работе газовой колонки и вытяжке механической, которую самовольно установили абоненты, при закрытых окнах создается ситуация, при которой продукты сгорания, в частности угарный газ, поступает не в дымовой канал и не удаляется из помещения, а наоборот поступает в помещение и здесь накапливается. Мы сейчас увидим, как показания нашего прибора начнут просто зашкаливать. Цифры начинают расти, продолжать эксперимент становится небезопасно. Вы ощущаете сами, что сейчас какой-то дискомфорт уже появляется. Слабость в ногах, тошнота, следующие будут признаки. Сонливость. Человек просто засыпает и погибает. Вытяжку Юрий Георгиевич теперь, скорее всего, демонтирует. А с газовой службой он в очередной раз заключил договор на год. Сделать это, кстати, обязаны все собственники квартир, где есть газовое оборудование. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.